с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 9 декабря день героев отечества в россии это декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы екатерины 2 дело в том что в 1769 году она учредила орден святого великомученика и победоносца георгия это высшая воинская награда империи в те годы этим орденом награждались воины которые проявили в бою доблесть отвагу и смелость сегодня также отмечается международный день памяти жертв преступления геноцида чествование их достоинства и предупреждения этого преступления а также международный день борьбы с коррупцией в 2001 году в мексике открылась всемирная конференция посвященная подписанию конвенции оон против этой самой коррупции документы обязывают страны предупреждать и пресекать трансграничные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять международное сотрудничество в деле их возвращения у родившихся 1608 год в этот мир приходит джон мильтон английский поэт защита английского народа потерянный рай самсон борец это его работы податели восторгов неземных посланцы сфер чита сирен благая соединитесь пение стих безжизненную персть одушевляя чтобы насладиться мы могли спал на мелодии которая слышна 1842 год петр алексеевич кропоткин приходит в этот мир князь русский революционер географ историк теоретик анархизма новый общественный строй виделся ему как вольный федеративный союз самоуправляющихся единиц общин территории городов основаны на принципе добровольности и безначалья 1936 год день рождения александра иванова советского российского поэта-пародиста бессменного ведущего одной из самых популярных телевизионных программ советского союза вокруг смеха я слишком люблю литературу чтобы мириться в ней серостью без культуре совсем что обедняет и усредняет нашу поэзию так говорил иванов в 1944 году рождается михаил петровский советский российский историк востоковед арабист исламовед организатор музейного дела генеральный директор государственного эрмитажа ну а теперь о некоторых событиях этого дня начнем с 9 декабря 1590 года царским указом запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому это завершение процесса становления крепостного права на руси отмечавшийся 26 ноября по старому стилю юрий в день церковный праздник в честь святого георгия завершал годовой цикл сельскохозяйственных работ и позволял крестьянам которые смогли уплатить пожилое в период времени за неделю до юрьева дня и неделю после него уйти от старого хозяина эдакий трансфер запрет перехода породил пословицу вот тебе бабушка и юрий в день 1836 год заново отстроенном здании петербургского большого театра в день его открытия впервые исполнена опера михаила глинки о подвиге ивана сусанина жизнь за царя успех был колоссальный а заключительный марш славься славься наш русский царь стал неофициальным русским гимном не без тайного умысла чтобы опера быстрее пошла автор решил посвятить ее государю николай 1 разумеется не возражал но с названием оперы не согласился отдавший жизнь за царя не умирает произнес он и заменил слово смерть на слово жизнь 1884 год левант ричардсон из чикаго запатентовал роликовые коньки но первое упоминание относится к далекому 1743 ему когда на лондонской сцене выступал некий артист на коньках со специально встроенными роликами имя изобретателя история к сожалению не сохранила в 1760 году и снова лондоне изобретатель джон джозеф мерлин продемонстрировал примитивные коньки с металлическими колесами потом больше века конструкция дорабатывалась самыми разными изобретателями ричардсон же запатентовал свою версию в 1902 ну а спустя шесть лет мэдисон сквер гарден нью-йорке становится местом массового катания на роликовых коньках и своеобразного поклонения по всей америке европе открываются сотни катков новый вид спорта приобретает огромную популярность 1924 год в московском донском монастыре было совершено покушение на патриарха московского всеяруси тихона тот день на пороге приемной святейшего появились два непрошенных гостя один из которых неожиданно устремился к патриарху к нему на перерез бросился келейник яков полозов после чего раздался выстрел и келейник успев заслонить собой патриарха упал нападавший не забыв прихватить собой висевшую на вешалке кель и шубу поспешили ретироваться могила якова полозова располагается у южной стены малого собора донского монастыря а в самом храме у этой же стены мощи святителя тихона 1942 год премьера балета арама хачатуряна гаене в котором звучит знаменитый танец саблями на сцене ленинградского академического театра оперы и балета имени кирова 1990 год во втором туре первых в посткоммунистической польши президентских выборов победу одерживает собравший около 75 процентов голосов избирателей лег валенца 47-летний выходец из крестьяна впоследствии электрик гданьской судоверфи имени ленина еще в 1981 году возглавивший профсоюзное движение солидарность спустя два года после этого он стал лориатом нобелевской премии мира за годы своего правления валенца впрочем совершенно не продемонстрировал достаточной президентской компетентности в ноябре 1995 года на очередных выборах он проиграл получившему более 51 процента социалисту в прошлом крупному кстати комсомольско партийному функционеру александру квасневскому что называется улыбка истории ну и последняя 1968 год американский изобретатель автор 20 патентов и множество наград за научные достижения дуглас энгельбарт из стэнфордского исследовательского института представляет миру первую компьютерную мышь это в то время когда сами компьютеры работали еще на перфокартах кто помнит первая в мире демонстрация компьютерной мыши среди прочих изобретений дугласа состоялась во время самой легендарной презентации которая прошла в тот день прибор представлял собой деревянную коробку движение который регистрировались с помощью двух колес название своему изобретению он придумал почти сразу ну провод который торчал из устройства естественно напоминал и мышиный хвост так компьютерная новинка превратилась в мышку за 45 лет своего существования мышка менялась не раз вместо колесиков шарик внутри потом светодиоды потом лазер ну а сам же дуглас энгельбарт почти ничего на мышке к сожалению не заработал дело в том что он запатентовал не сам манипулятор а лишь его устройство отличавшиеся от манипуляторов получивших распространение позднее к тому же в 1987 до начала массового внедрения компьютерных мышей срок действия патента просто-напросто истек кстати первый компьютер в набор которого включалась мышь был представлен в 1981 году мышь имела три кнопки и стоило 400 долларов в ссср манипулятор мышь также называли манипулятором колобок из-за вращающегося опорного шарика собственно того самого колобка также выпускалась компьютерная мышь которая называлась манипулятор колобок в виде пластиковой полусферы с тяжелым металлическим не покрывавшимся тогда резиной шаром вот такая она история простой и такой удобной сегодня компьютерной мышки которую мы гладим практически с утра до вечера с вами был николай пивненко в проекте дата